Девушки отдыхают 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 Я еще одну стрельню. Аккуратно его не задень. А сейчас нормально. Десятка на... Все отлично. А я что-то не вижу. Или прямо одна в одну, что ли, я не пойму. Ну, туда же, да, сзади попал. Не, это у тебя сбит прицел. Сбит? Ну, конечно, если ты... Вторая, по-моему, прямо одна в одну вошла. Надо крутить. Подкрутить это? Да. Долго зацеливается. Девятка на... На пять часов. Нормально, да? Ага. Нормально. Десятка. На шесть часов габарит прям. Так, ну все, пристреляли оружие. Проверили. Так что оружие к бою готово. Два часа будем выходить в горы. Моралов вроде в бинокль видели на склонах. До встречи. Мы тщательно готовимся к охоте. Важно ничего не забыть. Наши четвероногие друзья лошади помогут нам подняться в горы. И так долгожданный момент настал. Мы отправляемся на охоту. Чёрту. Чёрту. Здесь комментарий, хватит. Идёт. Здесь, я думаю, где-то через часа-полтора, около пяти часов, он начнёт реветь и выходить на открытые вот такие площадки пастись. Мы займём положение вверху, коспусующее, и будем слушать внимательно и смотреть. И в зависимости от ситуации уже будем передвигаться. Тихо-тихо. Устал, устал, устал. Тяжело тебе, да? Устал, зарабай. Устал. А вот тут явно, видишь, видите, свежие следы, оброды. Потому что снег шёл вчера, след свежий, значит, они вчера лежали здесь. Ещё один небольшой подъём, и мы на позиции. Высота 2 300. Давление 760 миллиметров. 760 гектапаскаль. Теперь надо набраться терпения и дождаться животных. Сейчас будем ждать. Минут через 30-40. Должен начать реветь. И вот с той стороны, вот сюда, будем лифти. Потому что там лес, морал там. И он сейчас будет подниматься на солнце. И вот здесь он будет гулять. А тот угол, вот этот, где много следов. Пороше с собой. И он до камня сейчас. 440, он до тех камней. И дальше, значит, там. Ну да, тоже можно стрелять, я думаю. А? Сад сюда. Конечно. Ну, он, конечно, крепкий на рану. Его с первого патрона не свалишь. Это надо попасть так. Но снег, даже если мы подраним, мы будем там. Майдём, конечно. Конечно. Надо подождать, чтобы у нас была шанса ещё выстрелить. На большой дистанции, чтобы хорошо он будет идти, мы будем ещё бить по нему. Не так страшен морал, как моралухи. Потому что морал сейчас ничего не соображает. А моралухи очень чёткие. Они быстрее запасут. Поэтому надо сидеть. Если он идёт с моралухами, то надо смотреть на них, ориентироваться. Он будет в любом случае только с ними. Он от них не уйдёт. И главное, чтобы они не увидели охотника. Эдуард готовится к охоте очень обстоятельно. Продумывает буквально каждую мелочь. Я когда стрелять буду, потому что выстрел мощный, тем более снег, я не буду видеть, куда пуля попадает. Ты будешь как наводчиком работать. В принципе, я тебе свой бинокль могу дать. Ты дистанцию, чтобы сразу отмелить. Знаешь, как пользоваться этим? Знаешь, да? Да. Кнопкой. То есть наводишь. Всё, говоришь. Пока усик у вас будет? Да, на. Посмотри сейчас. Попробуй просто. Ты говоришь дистанцию и потом корректируешь меня. То есть ты говоришь, куда пуля ложится. Понимаешь? Угу. Там правее, выше. То есть это значит, что ты видишь, куда пуля. А я уже сам буду ориентироваться и проводить корректировку. Для успеха в охоте важно всё. И снаряжение, и оружие, и позиция стрелка. В горах самая часто применяемая позиция для стрельбы – это сидя. Лёжа – это очень вообще крайне редко. Я вот, к сожалению, забыл сошки. Надо иметь сошки длинные, горные, чтобы они были вот так вот максимально длинно вытаскивались. Но мы используем вот от этого, от оптики. Смотри. То есть запаковывайся. Если есть возможность, можно сделать тренировочный выстрел. То есть на сухую просто почувствовать позу. Самое главное, чтобы вот ничего не висело. Вот ни рука никакая. Все точки, которые, вот они зафиксировались и всё. Потом важно зафиксировать ноги. Потому что иногда ошибка бывает в начинающих стрелках. Кажется, ногу поставил. Она не зафиксирована, и она вот, ну, она всё равно будет давать дрожь такую. А ещё хуже иногда. Чуть ли не момент выстрела, нога соскальзывает с камня. И выстрел уходит непонятно куда. Поэтому сели, зафиксировались. Ещё бывает ошибка в начинающих стрелках, что они вот так вот рвут. Ствол ни в коем случае нельзя не прислонять ни к камням, ни к дереву, ни к какому. Потому что ствол, если он будет упираться во что-то, баллистика будет абсолютно другой. Это неправильно. Только за цевьё. Всё. Я с собой калькулятор, чтобы выстрел рассчитывать. Но на всякий случай я вот сделал таблицу разным высотам. Как подсказка, даже если у меня нет калькулятора, я в любом случае ориентируюсь, какое количество щелчков по правилам делать прицел на разную дистанцию. Однако морал заставлял себя ждать. Уже начало немного смеркаться, когда животное появилось на горном склоне. Мы хорошенько их разглядели, но стрелять не стали. Вот стали выходить моралы. Там вышел морал, но небольшой. Пять отружков, только две замки с ним. Но такое ощущение, что там за хребтом ещё есть, потому что их тут огнал. И слева ещё одна большая замка. Там могут быть крупные ещё, мажала, санцы. Будем ждать этот маленький. Мы ждём. С каждой минутой вокруг становится всё темнее. Неужели придётся возвращаться ни с чем? Сколько метров? 240 вроде. Так, не дёргайся. Тихо, 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 тихо. О, ну, блядь. Не шевелиться. Риских движений не делайте. Он пока месь будет на нас смотреть. Тихо, тихо, тихо. Он пока сюда выйдет. Пониже. Пониже надо. Сколько метров ещё замерь? На нас идёт, не спешите. Сейчас, выйдет, выйдет, выйдет. На эту выйди сейчас. Я попал. Не попал? Попал, попал. Ну да, конечно, попал. Звук был такой, слухчиков. Из-за этого он вниз нарнулся. Вот сейчас на эту выйдет. Да. Похорошие смотритесь. Вниз пойти. Он может. Да, внизу. Попали, да. Шлепок был. Кажется, упал. Надо идти. Он ступал, наверное, да. Куда? В грудь, да, Савель? Да, в грудь. Он стоял-то грудью. Ну, надо. Конкретно стоял. Сел. Так. На тебе нога. Ружина рука. Да. Готов, хорошо? Да, да. Остальные все, я сам повезу. Поднялись. Вот. Увидели морала. Вот кровь. Он тут отлеживался. Сделал еще один выстрел. Вот его следы. Он сейчас туда вот свалился. Сейчас мы что делаем? Сейчас темно. Зверь точно раненый. Крепко. Вот. Поэтому сейчас мы за ним идти не будем. Он сейчас тут лежится и дойдет. Сейчас возвращаемся в лагерь. Вот. И с утра возвращаемся. И это уже наш олень. Кровь есть. Попадание. Вот мы тут немножко затоптали. Сейчас ходили. Вот он отлеживался. Вот она тут кровь. Вот кровь. Попадание в грудь. Был слышен. Стреляли на 275 метров. Чуть-чуть так снизу вверх. Хват дышатся. Попадание в грудь. Был слышен. Характерный человек похвей. И он так на передние... На передние лапы так упал. Потом скачал. Зверь сейчас на гону. Он на адреналине. Идти за ним не надо. Во-первых, темно. Будем его толкать, толкать. А завтра он здесь уже рядом будет. Так что вот такая вот охота. Пришлось подняться нам так. Не внушило, да? Ну да. Мы его увидели далеко. И вот стали спешить резать дистанцию к нему. Потому что буквально после выстрела на сколько? Десять минут, наверное, истемнело, да? Стреляли в полу таком мраке. Ночь прошла не то что тревожно, но как-то волнительно. Уж очень не терпелось поскорее найти трофей. Ранним утром мы уже на ногах. Сейчас выдвигаемся. Искать нашего трофея. Второй охотник добыл моралок. Вот пришлось там еще не постараться. И по Николаевичу предправлять. Надо еще нам успеть вернуться. И потом вон там скалы, там без руки должны быть. А мы туда пойдем еще попытаемся. Сейчас другая найти. Так что у нас время 8, надо еще делать только 3 дней. Снова на лошадей и снова. Ну что, пришли мы в нашу долину. Вот вчера вот там моралы. Сейчас там тоже моралы ходят. Прямо по самому гребню. Наш вот здесь вот. Куда пойдем сейчас на лошадях. Поднимемся. На гребень. Там лошадей поставим. Будем аккуратно подходить. Где-то он в лесу лежит. К счастью, поиски оказались недолгими. Наш добытый вчера трофей нервно покоился под дерево. Вот он, видишь. Встал у него. Он здесь стоял. Последний выстрел я ему сделал. И вот он вышел, видно, у него. Это сам позвоночник. Ну да. Он сюда скатился. Присудил. Раз, два, три. Сколько? Пять? Так, с этой стороны. Шесть. Раз, два, три. Четыре, пять, шесть. С этой стороны пять. Ну здесь, видишь, какие. Вот, вот, вот этот кончик не вышел. Ага. Да. Уху. Эдуард удовлетворен качеством трофея. Обязательное фото на память. И мы отправляемся обратно в лагерь. Здесь подтверждается, что удача улыбнулась не только нам. У нашей экспедиции два трофея. Местные специалисты торопятся обработать рога моралов. Ну что, закончилась наша охота в Казахстане. Охота удачная. Зверя много. Вот. Мы видели со своей точки не меньше восьми моралов. Чувствуется, что гон уже заканчивается. Значит, не так активно уже идет рев. Но звери есть. Вот. Я стрелял со своего любимого ружья. Это у меня американский карабин. HHS Precision 338. Вечестер Magnum Calibre. Очень мне нравится это ружье. Сейчас много различных горных карабинов и оружия присутствует на российском рынке. И серии 338. Очень популярны. Лаповый Magnum. Патрон мощнее. Но я считаю, что с точки зрения соотношения веса, мощности патрона, дистанции, на которые, значит, можно гарантированно стрелять. Вот 338 Вечестер Magnum мне очень нравится. Использую я прицел Schmidt Bender 4х16. То же самое. Ну, даже у меня есть и прицелы, и Schmidt Bender на 23, и даже на 50 крат. Но дело в том, что все-таки горы есть горы. Безусловно, вот этот карабин вместе с прицелом тоже немало весит. Поэтому 16-кратный прицел вполне позволяет стрелять на 600 метров. То есть рекорд этого ружья 640 метров вот барана брали. Здесь стреляли на дистанции меньшей. Ну, правда, в условиях уже практически были сумерки такие. Стреляли на дистанции 276 метров. С первого выстрела, значит, удалось попасть, поразить морала. Вот. Погода хорошая, ждем. Вертолета возвращаемся домой, до следующих горных охот. А вот и наш винтокрылый помощник прилетел забрать на Соломату. Мы возвращаемся домой. Охота удалась, и у нас есть трофеи, которыми мы обязательно похвалимся перед друзьями, а еще расскажем им о том, как достоприменны для охотников Казахстан. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...